I have ways of blowing things up. Из-за его новой жены. Это про Бейлиса. А наследник богатейшей американской корпорации. Трендец. Ладно. Шокирующее разоблачение. Директор Федерального бюро по вопросам инопланетян уходит в отставку. Водоросли убийцы. Новый инвазивный вид. Интересно. Начинаем день. Подождите. У нас тут сториз завезли. Миртл. Приятно, когда получается сконнектиться с кем-нибудь из той же индустрии. Акве. Думаю, в этой индустрии прежде всего по любви. Так что стараюсь и дальше получать от работы как можно больше удовольствия. Сильвер. Сильвер просто красавчик. Ладно. На тебе лайкос. Держи, дружище. Луя. Жаль, что я не могу на это нажать. Это должен был быть красивый клип. И Бейлис. Они одинаковые видео запостили. У Бейлиса меньше подписчиков. Хорошо. Спасибо. Ваш знакомительный период завершился. Вам понравилось? Если да, обязательно подписывайтесь на книгу истории всего за 5 долларов в месяц. Вы также можете оформить премию подписку всего за 10 долларов в месяц. Получить доступ сразу ко всему. Оформляя подписку, вы помогаете развиваться качественной, беспристрастной журналистике и поддерживать авторов. Чёрт, а вот теперь стал реально попахивать последней серией. У меня как будто дежавю. Джорджи, привет. Привет. Как дела? Ну и гроза разыгралась. Точно дежавю. Что? Ничего. Всё нормально. Если я снова отключу свет и мне всё... К меня всё готово на такой... У меня всё готово на такой случай. Отлично. Знаешь, я уже как-то привык к этой погоде. Правда? Ага. Мне бы не хотелось, чтобы дождь теперь шёл вечно, конечно. Но гром больше не кажется мне таким сердитым, что ли. Интересно, а какие мысли у тебя он вызывает? Ммм... Да без понятия. Он... Но он перестал быть страшным. Ну да ладно, хочу сделать заказ. Отлично, чего бы ты хотелось? Сделай как-нибудь то же самое, что я заказывал пару недель назад. Пару недель назад. Ага, примерно. Мы тогда говорили о пополнении в твоей чайной коллекции. Да, точно. Помню, речь шла о напитке интересного цвета. Выпью что угодно с того дня. У меня лог только этого дня. Вы чё? Напиток интересного цвета. Синий или красный? Я без понятия, чё я готовлю. Синий чай, корица, молоко. Не, вылить, подожди. Давай синий чай, мята и лимон. Мятный чай, галактика. Ну, давай. Я новый рецепт узнал. Тактика, галактика. А, вот, держи. Кажется, я не... Ты не сказал, чего ты хочешь. Я должен помнить, что ты заказывал пару недель назад. Это у тебя прошло пару недель. Я ту серию, наверное, пару месяцев назад записывал. У меня после Нового года вот каникулы были. Ну, Джорджи, нельзя так. О, серьезно? Ты прав, извини. А знаешь что? Я все равно выпью. Главное, чтобы там не было молока. Ладно, еще раз извиняюсь. Ты в порядке? В последнее время я постоянно ошибаюсь, когда готовлю напитки. Не пойму, в чем дело. Потому что люди не могут мне сказать, что они хотят, блин. Ты хоть иногда отдыхаешь? Когда у тебя в последний раз был выходной? Не помню. Возьми небольшой перерыв. Серьезно, ненадолго закрой кофейню. Поезжай в отпуск на недельку или типа того. Я подумаю. Джорджи, как поживаешь? Как дела на работе? На работе? Ну, меня все-то пару дней здесь не было. Ну да, много что успело произойти. Правда? Ага, вот, например, по городу пошли слухи, что парковаться на Борн-стрит теперь небезопасно. Из-за вандализма? Ага. Не хочу, чтобы ситуация совсем вышла из-под контроля. Понимаешь? Не хочу, чтобы у этой улицы появилась такая ужасная репутация. Понимаю. Я что-то предпринял. Почему ты думаешь, что я что-то предпринял? Так, догадка. Ну, интенсия у тебя работает. На следующий день после нашего разговора я сходил к гномам и поболтал с ними. Вот как и о чем вы поговорили. Поговорили о том, как их выходки могут повлиять на их потенциальное будущее и будущее района. Они даже частично раскаялись с отейным. И им до сих пор не нравится, что произошло. Со станками их друга? Именно. Все, чего они хотели, это привлечь внимание, чтобы район чем-то запомнился жителям города. Ага. Вандализмом. Так или иначе. Даже если это внимание негативное, сначала я думал, что этого они и добивались. Оказывается, я ошибался. Они просто хотели вызвать отклик. Чтобы о районе заговорили. Когда я объяснил им, что может произойти, если по городу сползутся слухи, как это происшествие будет выглядеть со стороны, они были шокированы. Потому что не подумали о последствиях? Ага. Я сказал им, что если у улиц появится дурная репутация, могут и вовсе перекрыть. Или полностью перестроить. Тогда от их друга точно и следа не останется. Они сразу же сказали, что с вандализмом покончено. Интересно. Да. А в общем, я их понимаю. Они пытались сохранить память. Пусть они выбрали не лучший способ это сделать, но их логика понятна. И все же нельзя так решать проблемы. Честно говоря, у меня до сих пор вся эта ситуация в голове не укладывается. Все эти заморочки с памятью. Мне, да и миру в целом предстоит еще много узнать о феях. Да. А что потом? Ты их арестовал? Нет. В тот день я просто с ними поболтал. Мне хотелось лучше понять ситуацию. Читаю историю с рынком феи и так далее. Мне рассказали про деда. В конце концов они сказали, что примут любое мое решение. Так что я пошел домой. Понятно. Дочка спросила, что произошло. Учитывая, что она уже дала мне один отличный совет по делу. Я все ей рассказал. Про улицу. Про дерево. Ой, правда все? Кажется, после нашего разговора она начала изучать историю феи. И в одном из своих видео, не уверен, как такие видео называются, в них она упаковывает заказы, разговаривает обо всем подряд. А, понятно. Я упаковывает, а не распаковывает? Упаковывает. Упаковки. Прикинь, есть видео распаковок, а есть видео упаковок. Ладно. Я перепостил его в Томодочил пару дней назад. Ага, понятно. В общем, в одном из видео она делилась со зрителями тем, что узнал... Погоди, это с сережками, которые были? Да? Да, видимо. Про дело? Нет, нет. Только тем, что выяснилось самостоятельно. Ясно. Мне кажется, это очень хорошо. Может быть, когда... Может быть, кто-нибудь из ее зрителей заинтересуется этой темой. Люди вспомнят об этой почти забытой истории. Точно. Кто знает, что ждет нас в будущем. Нериона, Нериона, Нериона. Фу, блин. А вот и Лукас. Привет. Привет, привет, привет. И тебе привет, дедуль. Как дела? Все нормально. Ты сегодня в приподнятом настроении? Как и всегда. Давай, дедуль, колись. Что нового? Думаю, я должен спросить у тебя. Откуда ты берешь столько энергии? Да-да, я расскажу. Но сначала... Можно сделать заказ? Можно. И, пожалуйста, чашечку синего лата с каким-нибудь крутым узором сверх... Ох, ты ж ее. Синего лата. Синий чай с молоком. Подожди. А как я тебе сделаю... А как я тебе сделаю... Синий чай с молоком? Так, подожди. Сделаем то же самое, что в первый раз. Там был синий чай молоко. Тут синий чай с молоком. Окей. Латте арте. Это, типа, рога. Это, типа, должна была быть улыбка. Я не знаю, что я подаю. Подать. Чашечка синего лата с шедевром на пенке. Прошу. С шедевром. Мне нравится твоя уверенность. И сразу фоткать. И сразу постить. Ну что, попробуем. Вкусно. Спасибо. Ну, по крайней мере, подал то, что надо. Так что у тебя нового, парень? Ну, все отлично, дедуль. Ну, вот что, даму. О, Реон собирается сойти. А, она вот-вот будет. Я как раз говорил, что только не она. Ладно. Последние пару дней выдались для нас совсем дикими. Честно говоря, я вообще не спал до прошлого ночи. Да? Почему? Скажем так, мы кое над чем работаем. Что? Что такое? Знаю, что ты еще... Ну, что ты тот еще шустряк. Рабочая графика у тебя наверняка сильно отличается от расписания обычных людей. Ну, надеюсь, ты не собираешься приучать других к всяким нездоровым привычкам. Хотя я и мало что знаю о том, как устроены банши. Они вроде как занимаются ночной доставкой. Правда? Иногда они развозят товары до утра. Тогда не бери в голову, парень. Забудь все, что я успел тебе сказать. Фух. Я уже думал, что мне каранты. Пытался вспомнить, когда я успел на портач. Да, я на тобой прикалываюсь. Все взрослые люди... Все взрослые люди. Не надо же кому-то исполнять роль надоедливого и любопытного старика. Рад, что вы общаетесь. Особенно учитывая, как прошла ваша первая встреча. Реально. Это я имею в виду, когда говорю, что мне вечно тянет сделать какую-нибудь тупость. Иногда я так нанесусь сквозь жизнь, что вижу лес, но не различаю в нем деревья. Бывает. Главное, что ты это осознаешь и иногда заставляешь себя притормозить. Ага. Ориона. Блин. Привет. Привет. Нытик вернулась. Ну, наконец-то. Дамочка. Добрый вечер. Всем привет. На дорогах пробки? Да нет. Надо было срочно кое-что доставить. Поэтому я приползла... Приползла. Припоздала. Извиняюсь. Да ты как раз во время, это я пораньше приехал. Тебе что-нибудь приготовить? Спасибо. Можно мне чашку не очень крепкого кофе и побольше меда? На тебе прям... Кофе. Не очень крепкий. Побольше меда. Ну на тебе прям... чашку меда с капелькой кофе раньше сейчас такое заказывал правда так что так что в этом вдвоем придумали он говорит что уже несколько дней не спал тебе тоже касается это я обычно не сплю по ночам вот видишь видишь я вообще-то думал что мы уже все обсудили дедуля 5 за свое я еще не закончил играть роль надоедливого любопытного старика позже ну ладно я к чему мы тут обсуждали формат шоу да и как успехи мы почти договорились да думаю что да мы только об этом и говорили последние пару дней и наша идея уже начинает приобретать форму но предстоит еще много чего обдумать но все же почти решено поэтому и забыл про сумках на какой-то на какое-то время надо же собрать все наши задумки в кучу которые мы собираемся поделиться планами с командой значит и собираетесь работать вместе в каком-то смысле да я буду показывать лукасу город я не всегда буду за рулем мы будем меняться хочу чтобы она повсюду меня возила но но мне понадобится время чтобы снова привыкнуть машине тоже правда это же не проблема конечно нет когда дороги более-менее свободные ясная погода предлагаю проезжать по месту по мосту evergreen point тебе точно понравится я уверена хорошо согласен в общем да такие дела свободное время помогаю не мониторить прослушивание не знал что есть только свободную что есть столько способов узнавать про прослушивание онлайн конечно каждого нужно проверять потому что среди них попадается и ложное объявление я теперь с этим помогу не переживаю хорошо хожу вас все замечательно удачи вам спасибо думаю уже скоро пойду а что так я сама утра практически ничего не ела сегодня было столько делал это да ну пойдем ты оставайся я перекушу и сразу вернусь и пойдем мы же партнеры да к тому же нам еще много надо обсудить и правда ладно если ты не против думаю нам пора точнее мне принято тогда пойдем до встречи виду качки во всем не вам тоже эти мне лукаса жалко потому что у него хватает своих дел он несмотря на то что он известный раскрученный он очень занятой он очень вымотанный к тому же он это все делает он он не мажор он типа вы знаете его прошлое у него все было фигово когда он был малой он всего добился и сейчас когда более-менее все устаканилось он связался с вот этой вот занудой не хочу ее обзывать но она реально зануда и она мотает нервы мне она мотает нервы лукасу она мотает нервы всем вам он явно зря тратить на нее время ладно я вам тоже пока до скорого пока так вот и остались только ты да я нет вполне устраивает мне тоже скоро нужно будет идти долг зовет понимаю да ладно фрея как раз прошлую прошлой ночью прошлой серии я думал что-то мы повидали практически всех персонажей первой части про фрея про самую надоедливую участницу первой части фрея блин приглашенный приглашенный гость шоу как дела фрея привет мне зеленоволоска зеленовласка эй джордж давно не виделись реально давно слышал ты путешествовал по свету по свету это громко сказано на какое где побывало как приятно снова видеть тебя фрея подождите так на вскидку в первой части у нее были синие волосы или зеленые я не могу сейчас это вспомнить я сижу задумался об этом у нее были синие волосы или зеленые в первой части мне кажется синие ладно ну я бы с радостью задержался и поболтал но пора на работу о вот и на епте скучала за поболтаем другой раз джорджи а не забудь рассказать правду хорошо до скорого расскажу дай-ка я пересяду почему так ты на нагретый стульчик села ах ты мелкая так дрожище старина родственная душа как поживаешь почему ты не предупредил что придешь прежде чем ты начнешь меня винить скажу что это было спонтанное решение даже я не ожидал что скоро вернусь почему ты вернулась раньше срока ну может расскажу после как я что-нибудь выпью слушай ты помнишь мой самый первый заказ эспрессо память у тебя что надо я не мог подать джорджу то что два недели назад было а так память у меня что надо да когда впервые сюда заглянул на улице шел такой же ливень как сейчас я думал что все уже закрыто как вдруг заметили твое завещаю besten и кружечку эспрессо пожалуйста эспрессо это кофе 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 вот держи и кружка тройного экспрессо после этого надо пойти язык смывом помыть эспрессо специально для тебя потому что вот эти вот все люди которые говорят экспрессо отлично насыщенный аромат и неповторимый вкус спасибо кстати на что имел ввиду джорджа ты чем он упомянул что-то там про правду ну да в общем уже я скоро уезжаю в писательскую резиденцию уезжаю очень очень далеко что знаю знаю это было импульсивно я просто взяла и решилась знаю мы с другом отправили заявки в прошлом месяце особо не ожидали что мы ответят но нас приняли резиденции запланировано уже на этот год значит паковать чемодан придется уже совсем скоро тоже не развода нет конечно как долго это продлится не знаю наверное несколько месяцев но потом я хочу еще попутешествовать понятно те грустно не так не грусти пока я буду в отъезде ладно мне не грустно но лучше расскажи что я пропустила пока мне не было наверняка у тебя припасена для меня немало сочных историй да ну как бы там эльф с рогатиком женились а так все хорошо а вот это даже не представляешь сколько ну-ка выкладывай давай давай хорошо все началось где-то не две недели назад и так 6 утра аквия работает над своей игрой и мир то иногда и помогает они отличная команда с чем я не соглашусь аквия упустила свой большой шанс ладно да а путешествие сильвера и аманды завело их гораздо дальше чем и не ожидали и на многих сэлфи сэлфи которые они сняли в лондоне я не успел дочитать записи дочитаем хайт периодически приезжает и заглядывает в кофейную день встречается с галой но он стал довольно отстраненными редко делится новостями из своей жизни или мыслями да луи бейли скупили домик с большими окнами миниатюрным садом и дополнительной спальней сейчас были сделал из нее кабинет но когда придет время таком-то будет выполнять или другую функцию я думаю что детскую слишком быстро рейчел 2020 коллаборация не казалось успешно сингл успели выпустить к обозначенной дате критики холодный принял сингл но фанатам он понравился это главное заявила певица орион и лукас часто заглядывает в кофейню после занятий по вождению и обсуждают самые разные темы похоже я никогда не торопится и тщательно все планируется классовые свои рабочие графики к счастью вандализм прекратился так что слухи постепенно прекратились иногда вместо где стояла засохшее дерево можно увидеть одинокие одинокого офицера полиции слишком быстро текст это да это все-таки последняя серия все-таки последняя я да ребят мы там говорили в комментариях несколько недель назад про то что есть некая секретная концовка и можно получить я это прекрасно понимаю но я также понимаю что секретную концовку можно получить только скорее всего если выполнить все задания у нас некоторые вещи то есть мы явно не отдали некоторые предметы некоторые квесты у нас не были выполнены я все равно как бы очень доволен прохождением я рад что вышла вторая часть что мы смогли в нее поиграть что все так получилось пожалуй я не буду сейчас судить какая часть была лучше первая или вторая потому что давайте так по раздражающим персонажем в первой части меня раздражала мирту но не так сильно хайд он был довольно таки ну как сейчас мне воспринимается он был достаточно нейтральным плюс персонажем то есть он был такой нейтральный с плюсиком в этот раз хайд очень часто говорил на ром хорошие такие вещи правильные нормальные но сам по себе он стал более отрицательным персонажем миртал как была гадина так она и осталась она еще к тому же оттолкнула аквию испортила и жизнь потому что аквии реально был шанс подписать хороший контракт со студией но миртал и все загадила и акве потеряла свой шанс ближайшее время стать известным геймдевом теперь пожалуй самым большим таким минусом этой второй части стала рионом она абсолютнейшая полностью отрицательный персонаж она нудная душная она отвратительная причем это не делает игру плохой это наоборот подчеркивает что игра хорошая и вам спасибо да то есть создать такого персонажа к которому ты испытываешь настолько яркие отрать ну-ка бы отрицательные эмоции это как раз талант у нас еще кто-то будет риона еще раз привет привет я тут довольно давно кое-что обронила вернулась чтобы забрать что конкретно все нормально я уже нашла прям под стул вот как я ставлю все проверяю перед закрытием иногда мы чего-то не замечаем особенно когда заняты тем что делали уже много раз это верно верно это знак что мне надо все перепроверять может быть а может и нет есть предчувствие что ты в любом случае найдешь что-то интересное возможно даже обретешь полное понимание всего и всех извини не вполне улавливаю приятного тебе вечера спасибо топрово пути давай катись отсюда похоже сегодня уже никто не зайдет пойду посмотрю что что такое звук будто донесся из ящика какого пропавшие вещи они все здесь они исчезли уже довольно давно так что здесь происходит вы разглядели часть рисунка но многие его детали пока размыты да я так и понял что часть рисунка да в общем я так понимаю что рассчитано на то ли несколько прохождений что скорее всего то есть на какую-то реиграбельность или что-то такое я так понимаю если бы я сделал все то сейчас я видел бы как говорится весь рисунок я понял бы что происходит то есть таинственные вещи куда-то куда-то и из из тайн которые у нас были за эту игру исчезновение вещей 1 таинственный котик который приходил уходил 2 что-то что обронили под стулом 3 тайна хозяина то есть нас почему мы живем вечно и почему хайт говорит о нас к каком-то кто живет вечно 4 то что мы мы это мы это некий коллективный разум это 5 короче да вопросов много вопросов много но прямо сейчас я пожалуй перепроходить ее не буду эта игрушка отправится в коллекцию потому что с одной стороны конечно любопытно узнать что же все-таки задумывали авторы с другой стороны я все-таки играю в эту игру именно для того чтобы расслабиться и пообщаться с вами поэтому я не считаю это каким-то таким упущением то что я не смог сейчас разгадать все тайны мне просто было приятно провести в этой игре какое-то время в общем то я все так же доволен второй частью как и первой но я не знаю будет ли она когда-то и когда она будет и что я без понятия но я в восторге от этих двух игр и от 1 и от 2 через какое-то время да я думаю что я буду перепроходить для себя но для канала пока что нас ожидают другие проекты поэтому спасибо что были с нами всем удачи и добра-побра всем молодушек всем покеда и